В случае с Крымом мы имеем, мне кажется, совершенно очевидную ситуацию, когда вероятный допуск оппозиционных партий к выборам будет фактически означать, что они юридически признают права России на Крым, потому что для участия в выборах необходимо выставлять региональные списки по всем российским регионам. Мне кажется, что уже помимо всех остальных факторов, уже сама необходимость, пусть даже косвенно участвовать в крымских выборах на территории Крыма, она является колоссальной форой, которую оппозиция дает власти, и это, конечно, будет использоваться российскими властями на всех международных конференциях. И мне кажется, что такая вот двусмысленная позиция российской оппозиции, которая выступает против правового беспредела внутри страны, но при этом де юре, участвуя в выборах, признает права России на Крым и тем самым игнорирует российские международные обязательства, игнорирует международные законодательства. Мне кажется, это будет очень серьезным ударом по престижу российской оппозиции и даст Кремлю дополнительные пропагандистские козыри.